Такими быстрыми шагами трёхлетний Андрюша Кузин мчится к своей любимой горке, крепко держа маму за руку. Даже и не скажет, что у мальчика двусторонняя косолапость на обеих ножках. И к тому же это уже второй рецидив. С самого рождения малыш борется с положением своих стоп. Я не смогла сразу видеть ребёнка и посмотреть, в каком состоянии его ножки. Я увидела фотографию примерно через неделю. Мне показал муж, и там очень страшно было. После рождения лечить ножки Андрея начали в родном Кореновске. Стопы удалось выправить, но через 4 месяца после гипсования произошёл первый рецидив. Ходить мальчик стал только в полтора года после очередного удачного лечения. Аккуратно. Андрюш, ножку подвернёшь. О рецидивах врачи предупреждали Кузиных. Вернуться в своё исходное, хоть и неправильное положение после всех процедур, стопы могут даже во взрослом возрасте. Ножки у него, если у обычного человека вот так вот ровная стопа, а у него они вот так вот поворачиваются и закручиваются вовнутрь. Очень больно. Во-первых, ножки очень сильно отекают. Ну, крутят, болят, конечно. Бывает, он вот даже уже сейчас вроде бы ходит, вроде бы всё хорошо, но бывает ночами плачет. У ребёнка врождённая деформация обеих стоп. После проведённого консервативного и оперативного лечения на фоне роста ребёнка произошёл рецидив деформации. Планируется проведение оперативного лечения. Транспозиция передней большеверцовой мышцы на третью кленовидную кость, ахиотомия и задние релизы обеих стоп. До оперативного лечения планируется проведение курса этапных гипсований обеих стоп по панцете. Гарантировать, что все эти методы лечения помогут на 100%, врачи не могут. У Андрея атипичная косолапость со сложнениями. Кроме этого, вызвать искривление могут быстрый рост стопы и рост самого ребёнка. Но если гипсование и операцию не сделать, то трёхлетний малыш точно не сможет ходить. Очень хочется, чтобы наконец-то ему сделали операцию, и он забыл об этом надолго. И чтобы он больше не вспоминал об этом, чтобы он это даже не помнил, чтобы у него это не отложилось в голове. И помочь исполнить мечту семьи Кузиных можем все мы. Стоимость оперативного лечения почти 370 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Для помощи Андрюше можно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите её через пробел со словом «Дети», например, «Дети-тысяча». Если сумму не указывать, то спишут стандартные 75 рублей. Также произвести пожертвование можно, отсканировав QR-код, который вы видите сейчас на экране и установив мобильное приложение. Все подробности есть на сайте Русфонда. Алиса Дмитренко, Константин Попов. Вести.